ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ К моменту прибытия пожарных расчетов огонь по печной трубе перебрался на чердак. Из-под крыши пошел дым, который по-быстрому замочили. Но вопросы остались, и адресованные они не огнеборцам. Люди в комментах дружно возобили. Дескать, как можно так жить? У кого-то из комментаторов сердце кровью обливалось, по крайней мере, автор сам заявлял о своей неожиданной душевной кровопотере. Добавляя, при этом, что бедные люди вынуждены ютиться в холодном доме, где даже порог снегом замело. Правда, один из суровых горожан в комментах заметил, что в худой избе, судя по всему, живут гастербайтеры. Взрослые мужики с руками. И они могли бы дом подлатать. Быстро и почти без денег. Далее цитата. Пару кирпичей на улице нашел, глину тупо накопал, хотя тот же раствор копейки стоит. Конец почти цитаты. А что до пробки, через которую пожарный автомобиль не без труда продирался, многие хвалили блогера-огнеборца, который в своем видеоролике доходчиво объяснял пробочным автомобилистам. Увидел в левом зеркале заднего вида спецавтомобиль с мигалками, смещайся вправо. А если вправо, то наоборот, влево. Элементарно, но не до всех пилотов, эта простота доходит с полуслова. Одна дама-комментаторша по этому поводу даже словесно пошутила, в том духе, что в петровские времена, когда они грамотных крестьян муштровали рекрутом, к одной ноге пучок сена привязывали, а к другой солому. Правда, с горожанами этот номер не проканает. И пробовать не стоит.